Волонтеры в предвыборных кампаниях люди неизменимые, особенно сейчас, когда до выборов президента остается месяц. Информационные тексты в социальных сетях, проведение массовых мероприятий и наблюдение на избирательных участках – все это входит в их прямые обязанности. Ну вообще у нас поле деятельности обширное. Мы помогаем в штабе на работе горячей линии, помогаем работать с документами, с обращениями граждан. Также у нас будут организационные различные моменты, то есть мы будем помогать в организации мероприятий. Попасть в ряды волонтеров – дело нелегкое. Отбор кандидатов начинается с заполнения специальной анкеты на сайте. Далее координаторы изучают резюмы потенциальных волонтеров и приглашают кандидатов на собеседование. Только из личного разговора становится ясно, какая деятельность наиболее подходит тому или иному добровольцу. Одно из важных условий – волонтеру должно исполниться 18. Одна из претенденток Ирина Камзина дождалась совершеннолетия и прямо в свой день рождения пришла на собеседование. Сегодня, вот как раз-таки ночью, мне исполнилось 18 лет, я подала заявку, я очень этому рада. Я даже не спала ночью из-за этого, понимаете. Среди волонтеров встречается не только молодежь, но и представители старшего поколения. Добровольцам приходится общаться с гражданами разных возрастов, профессий и политических взглядов. По мнению волонтера Натальи Рябцевой, взрослые люди воспринимают информацию и доводы своих ровесников намного лучше, нежели волонтеров, которые годятся им во внуки. Самое важное в предвыборном волонтерстве – это разговор с избирателем. Особенно важно разговаривать с людьми. Поэтому я и волонтер. И тем более, что я считаю, что надо обязательно идти на выбор. В конце концов, мы должны знать, что у нас есть и другие точки зрения. За последние годы волонтерство сформировалось в особое движение, число участников которого постоянно растет. Только в Ульяновской области количество добровольцев превысило тысячную отметку. И это еще не предел. Виктория Шикова, Руслан Баталов. Новости Ульянской правды.